Всем привет дорогие друзья! Проект Ежи Ньюз рассказывает вам о событиях вокруг Локомотива каждую неделю по вторникам. И надо сказать, материала мне хватало с головой. Теперь будет еще более плотненько. Локомотив будет играть по два раза в неделю и первый матч, если вы смотрите это видео в день выхода, будет уже через несколько часов. Поэтому не буду отнимать лишнего времени и поехали! Локомотив Неделя началась с объявления о том, что Локомотив отправляется на самоизоляцию на базе в Баковке. Разумеется, сразу поползли слухи о том, что что-то здесь не чисто. А уж когда стало известно о массовых заражениях коронавирусом в футбольном клубе Оренбург, с которым Локомотив играл накануне, крики о том, что совпадения не случайны, стали слышаться примерно отовсюду. На деле все оказалось проще. Изолироваться на базе предложили сами игроки. Сначала об этом сообщил директор по связям с общественностью Кирилл Брейдо, затем подтвердил Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров, ну а в конце недели мы услышали историю о просьбе футболистов из уст самого Марка Николича. Он назвал такую просьбу своей первой победой в Локомотиве. Я, как вы помните, с самого начала ратовал за то, чтобы все клубы заперли своих футболистов на базах, иначе продолжение чемпионата превращается в какой-то фарс. На прошлой неделе клубы российской премьер-лиги активно обсуждали этот вопрос, но оказалось то, что не все могут позволить себе запереть футболистов на базе и никуда не выходить. К счастью, мы можем. С одной стороны, конечно, приятно, что в такое время наши футболисты проявляют столь завидную сознательность. Говорят, что идея запереться в Баковке пришла Гиллерами, Криховику и Черлуке в тот момент, когда они увидели в своих инстаграмах, как Владислав Игнатьев вместе со своей новой пассией празднует победу над Оренбургом в одном из московских ресторанов. Напомню, что даже одно заражение может привести к тому, что Локомотиву придется выставлять на матч Сочи к Казанку. Они, конечно, вряд ли проиграют, как молодежный состав молодежного состава Ростова 1-10, но проверять, если честно, вообще не хочется. И в этой связи, если честно, я не очень понимаю, почему Локомотив с самого начала по решению тренерского штаба руководства не заперся на шикарной базе в Баковке с июня, когда возобновились тренировки. Например, на зимние сборы, которые могут продолжаться до месяца, футболистов забирают безо всякой инициативы с их стороны. Но лучше уж так, чем никак. По крайней мере, с нашей стороны есть надежда, что все пройдет гладко. По крайней мере, перед матчем с крыльями Сайтов в Локомотиве зараженных нет. В прошлый вторник внезапно бахнул Спортэкспресс, опубликовав громаднейшее интервью генерального директора Локомотива Василия Кикнадзе. По всей видимости, Василий Александрович решил ответить на интервью Юрия Семина, который тот дал 1 июня. Мы его с вами разбирали в одном из первых выпусков Ежи Новостей. Формат на этот раз был выбран более простой и надежный, чем видео-встреча с Владимиром Стагниенко. Лояльный журналист из лояльной газеты, специально заготовленные вопросы под уже давно подготовленные ответы и, как говорят, долгий постпродакшн с вылизыванием формулировок. Получилось, прямо скажем, не ахти. Как и интервью Семина, манифест Кикнадзе выглядит слишком заготовленным и оттого неискренним, а от количества мелких ошибок просто в глазах рябит, и поэтому прошлись уже все, кому не лень. Даже я на одном из прошлых стримов. Если вам интересен более полный разбор всего интервью, то ссылочку я ставлю в описании вместе с тайм-кодом. В этом блоке остановлюсь на тех вещах, которые меня в этом интервью покоробили больше всего. Дважды за интервью Кикнадзе приписывает Юрию Семину слова «Локомотив – это я». И это, конечно, катастрофическая ошибка, которая непонятно как проникла в этот текст. Конечно же, Юрий Павлович никогда не говорил таким образом. Наоборот, Юрий Семин всегда говорил, что «Локомотив» – это его болельщики. Такую фразу в своей колонке писал Игорь Робинер, о чем он тут же, разумеется, напомнил в своем телеграмме. Понятно, что ошибиться может любой, но Кикнадзе повторяет эту фразу, доставая ее как джокер из рукава дважды. Причем в контексте того, что Семин не умеет общаться с медиа. И в таком свете это выглядит как роспись в собственной некомпетентности. Вторая вещь, которая удивила это стремление генерального директора – влезть в тренерское дело. Здесь и про неправильный выход из обороны в атаку, здесь и про обсуждение футболистов, и еженедельные медицинские отчеты, и план тренировок, которые он просил у тренерского штаба. Я понимаю, когда такими вещами занимается Сергей Галицкий. Он создал Краснодар, он его полностью содержит, и поэтому может делать все, что хочет, хоть на тренерской скамейке сидеть. Но неужели у локомотива настолько все хорошо, что генеральный директор может себе позволить, вместо того, чтобы думать о том, как привлечь новые средства, и выйти, наконец, из красных цифр, еженедельно изучать медицинские отчеты? А третья вещь, которая заставила меня подумать о том, что Василий Кикнадзе живет в каком-то своем выдуманном мире, это история про домашний матч Лиги Чемпионов против Байера. Здесь я позволю себе зачитать всю цитату целиком. «Вы с таким сталкивались?» – спрашивает Галышак о тренерском разборе соперника по косточкам. «Один раз», – отвечает Кикнадзе, – «когда узнал, как готовился к ответному матчу с нами Байер. Знали о нас все, изучили каждый наш выход в атаку, с какого шага, с какой ноги, через кого пойдет передача. Помните этот матч?» «Лучше бы не помню», – картина поддакивает Галышак. «Там же вообще ничего не было! Нас просто сожрали!» Два восклицательных знака. Вася Александрович не может сдержать эмоций. Тяжелая была картина. На глазах интервьюера, видимо, в этот момент наворачивались слезы. Не то слово. А к первой игре у них, насколько понимаю, были шапкозакидательские настроения, будто непонятно, кто приехал. Равняет землей Кикнадзе нашу единственную победу в Лиге Чемпионов. Информацию о том, что Байер разобрал локомотив по косточкам, слили Кикнадзе очередные торговцы программным обеспечением. Помните, у нас в прошлом году была некая программа, которая позволяет оценивать трансферы. Ну вот теперь еще одна разбирает соперников по косточкам. Все бы ничего, да только матч между локомотивом и Байером даже в очень смелых фантазиях нельзя назвать однокалиточным. По всем значимым статистическим параметрам локомотив шел вровень с грозными немцами, вооруженным новейшими техническими приспособлениями. По количеству ударов, по количеству владения мечом, по количеству передач, по XG, по всему чему угодно. Локомотив, если и проигрывал Байеру, то совсем чуть-чуть. Байер забил с двух стандартов, один из которых совсем уж нелепейший. Локомотив транжирил одну возможность за другой в отсутствии нормального форварда Лига Чемпионского уровня. И спрашивается, какой же матч тогда смотрели Кикнадзе и Галышак, если позволяют себе такие высказывания. И как после такого можно доверять видению футбола нашего генерального директора. Я оставлю ссылку на обзор этого матча в описании. Обязательно посмотрите и скажите, была ли эта игра однокалиточной. Несмотря на то, что для чтения всего интервью Кикнадзе вам понадобится никак не менее часа, интересного в нем на самом деле не так много. Как только дело доходит до каких-то деталей или конкретики, Кикнадзе моментально все забывает. Все как и в интервью Стагниенко. Пожалуй, единственный раз на что-то конкретное и интересное Кикнадзе сбился, когда рассказывал о травме Лысова. Начал он с того, что сказал, что у нас плохой манеж с плохим покрытием. Напомню, что этот манеж за 200 миллионов рублей строила Ольга Юрьевна Смородская на месте прежнего вполне нормального. И эту сделку в совете директоров одобрял в том числе и Василий Кикнадзе. Так вот, по словам Кикнадзе, на этом самом плохом покрытии нашего манежа Юрий Семин погнал только что восстановившегося от тяжелой травмы колена Миши Лысова в квадрат в нарушение всех рекомендаций медицинского штаба. Тот, разумеется, получил новую травму. Верить в эту историю или нет, решать вам. Лично мне после такого количества легко проверяемых косяков Кикнадзе одних его слов уже недостаточно. В пятницу прошло очередное заседание по делу футбольный клуб Локомотив против Геркуса. Напомню, в чем суть. Локомотив требует от своего бывшего генерального директора примерно 140 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляют премиальные, которые Геркус выплатил себе и всем сотрудникам Локомотива за победы в Кубке России и в чемпионате России. Гораздо меньшие суммы, два раза по 4 миллиона примерно, Локомотив заплатил каким-то непонятным конторам за разрыв контракта с Игорем Корнеевым и за получение российского паспорта Немани Печиновичем, который к тому моменту, как он получил паспорт, уже игроком Локомотива-то не был. К сожалению, поставить точку в этом затянувшемся деле не удалось и сейчас. В последний момент клуб неожиданно нашел еще целый чемодан документов, который попросил приобщить к делу непосредственно на заседании. Как итог, судья вынес вердикт. Дело переносится на 24 июля. О характере этих документов мы можем судить по небольшому сливу все того же Ильи Геркуса. В опубликованном фрагменте, например, говорится о том, что никаких спортивных достижений у футбольного клуба Локомотив в 2016 и 2017 годах не было. Локомотив вылетел из Кубка на достаточно ранней стадии и занял восьмое место. Да и вообще, при чем тут экстраординарные спортивные результаты? Ведь АО «ФК Локомотив» — это коммерческая организация. В общем, тут даже и комментировать-то нечего. О достижениях Локомотива в 2016 и 2017 годах можно почитать, например, на табличках, которые так любят вешать высшие чины РЖД на паровоз на площади перед стадионом. Очень хотелось бы разобраться в ситуациях с контрактом Корнеева и с паспортом Печиновича. Там действительно, кажется, творилось что-то мутное. Однако с таким подходом я не удивлюсь, если по окончании суда Локомотив еще и должен останется. Узнаем 24 июля. Если, конечно, у Локомотива не окажется заготован еще один чемодан документов. На сладкое я приготовил вам матч с Рубином. Николич остался верен в себе, и это вновь принесло ему успех. В игре против Рубина вышли все те же самые футболисты, которые мы видели и против Оренбурга, за исключением Дмитрия Рыбчинского. Он заменил дисквалифицированного Рефата Жамалединова, причем вышел точно так же на левый край, для того, чтобы смещаться в центр и с правой ноги бить поворотом. Это принесло свои плоды. Оба мяча мы забили при непосредственном участии Дмитрия Рыбчинского. В первом случае он принял скидку от Эдера и замечательно отпасовал между двух защитников на Алексея Мирончука. Леша с левой ноги не промахнулся. Во втором случае Дмитрий Рыбчинский завершал веерную атаку ударом с той самой правой ноги. Попал в корпус защитника Рубина, но от корпуса мяч отлетел в руку. Вполне справедливый пенальти. К мячу подошел Алексей Мирончук и здесь оказался точен. 2-0 к середине первого тайма и, казалось бы, игра сделана. Однако Рубин не собирался сдаваться. Моментов они создали куда больше, чем Оренбург неделю назад. Но вот подводило исполнительское мастерство. Если у нас был Алексей Мирончук, то Рубин мог надеяться только на Хвичу Кварацхелия, который в этот день пытался решить все своими силами. Очень интересно наблюдать за заменами Николича. В этом матче их было аж 3 против 1 в матче с Оренбургом. Все после 75-й минуты. Сперва вышел вылечившийся Антон Мирончук, затем Саба Кверквели, ну а под занавес, конечно же, и Дову. Получивший статуэтку лучшему игроку матча Алексей Мирончук сказал, что во втором тайме Локомотив играл от обороны на контратаках. Однако это не помешало некоторым комментаторам увидеть яркую, атакующую и солидную игру Локомотива. А вот аналитики, которые пользуются статистикой, а не только глазами и кошельком, особой разницы между Локомотивом Николича и Локомотивом Семина пока не замечают. Вот, например, авторитетный аналитический футбольный блог Никиты Васюхина под названием «Блокнот» пишет, что есть небольшие изменения в игре Локомотива при выходе из обороны в атаку, а также при обороне у своих ворот на стандартах. И в это я, конечно, готов поверить. Именно это, наверное, тренеру и стоит в первую очередь делать, если у тебя всего 2 недели на подготовку к игре. Впрочем, со стандартами не все так гладко. Если помните, то у Оренбурга было аж 2 возможности распечатать наши ворота. Шахов пробил мимо, а с ударом силы справился Гильерми. У Рубина таких возможностей было аж 3, включая перекладину Уремовича. 6 очков на старте – это очень хороший показатель для Марка Николича. Однако легкой победу над Рубином я точно не назову. А потому не жду легкой игры с крыльями советов, которые прямо перед нашим матчем избавились от Меодрага Божевича и назначили Андрея Талалаева. А уж дальше вообще 4 матча смерти – Сочи, Спартак, Уфа и ЦСКА. Настрой на то, чтобы ничего не портить, у Марка Николича мне очень нравится. Хотелось бы, чтобы еще и Алексею Мирнчуку кто-нибудь из наших игроков помог делать результат. В одиночку даже Лео Месси не всегда справляется. Такой вот мне запомнилась эта неделя, а следующий выпуск выйдет через неделю, уже когда будут сыграны матчи с крыльями из Сочи. Я уверен, что мне будет о чем вам рассказать. Если вам понравилось, то с вас лайк, подписка и комментарий. Видите ли вы изменения в локомотиве Николича по сравнению с локомотивом Семина. Ну а с вами был Тим, скоро увидимся.